Ребята, всем привет! Я сегодня хотел бы рассказать про компанию Вилли, снова. О том, что компания заблокировала сейчас более 10 парков со своими водителями. Садится в автомобиль тайный, получается, пассажир от Вилли. Он предлагает водителю поездить за денежку. Водитель соглашается. И потом вместе с водителем блокируют весь парк. Вот так вот называется коллективная ответственность за всех. Я сейчас предоставлю аудиозапись, которую мне скинули коллеги. Я сначала думал, что это какой-то взброс. Но потом, когда мне начали писать уже знакомые мне люди о том, что и их парки тоже заблокированы пожизненно, начинаем. История, конечно, не совсем длинная, но не совсем короткая. Начинается с того, что приходит заказ. Ты подъезжаешь по адресу, ждешь пассажира. Приходит пассажир. Приходит с чемоданчиком. Такой а-ля актер. Садится в автомобиль. Ты его высаживаешь, укладываешь в чемодан. Он сразу берет телефон. Начинает разговаривать по этому телефону о том, что да, я все, уехал от своей. Еду домой. Сейчас 30-40 минут. И в принципе готов с тобой тусоваться всю ночь. Но с утра нам обязательно надо уехать в аэропорт. И все так, вроде бы все хорошо звучит, все замечательно. Ты думаешь такой, вот замечательный заказ, там повели откатать его там на 5-6 часов. И он потом начинает рассказывать тебе о том, что вы сегодня вообще свободно заняты? Ты расскажешь, ну конечно я свободен. Конечно с удовольствием вас бы покатал, с вами бы поездил. Он говорит, блин, все замечательно, одна проблема. Говорит, такая, то что я сейчас уже уехал от своей подруги, и я не могу, то чтобы у меня моя поездка ночная, с аэропортом, со всеми делами, отобразилась на карточке, иначе она меня спалит. Говорит, давайте мы с вами просто договоримся на личный расчет. И ты такой думаешь, ну да, это оптимальный вариант. Предлагаешь ему, конечно, сначала, да нет, давайте повели, он говорит, да нет, никак я не могу, поэтому он говорит, давайте, подождите меня там немножко 30-40 минут, и все, и поедем с вами дальше. Ну все, ты подводишь клиента, закрываешь заказ, ждешь там ожидания звонка, когда чудо пассажир тебе наберет и наградит тебя большим количеством денег, а он не набирает. А на следующий день тебе приходит блок вилле. Без возможности восстановления, так как обнаружены грубые правила. Все, вот такая вот небольшая, короткая, поучительная история. И с этим вариантом, честно говоря, я попал, но попал не один. Это, конечно, не хорошо, не весело, не здорово, но ничего с этим не сделать. Нарушение стандартов вилле. Попросил с клиента деньги, и обошел, попытался обойти их нюю систему. Так что всем хорошей работы, всем удачного дня. Так что, Миша, твои вообще, можно сказать, варианты этого мелочи жизни. Так что вот такой картины, а причем все противоподобно. Человек с чемоданчиком, с телефоном сидит на заднем сиденье, разговаривает с кем-то. И все прямо подводит к тому, что, короче, актер. Актер прямо, малая сцена или большая, даже, по нему плачет. Все, всем спасибо, всем счастливо. Вот такая вот ситуация в компании вилле. Как вы думаете, из количества водителей и партнеров компания хочет перейти в качество, а как быть с теми партнерами, которые, ну, как бы с компанией, давно работают, у которых остались свои машины. То есть, ну, вилле на это, грубо говоря, начхать. Реально, мне сейчас написал человек, с которым я знаком, о том, что их парк заблокировали, там, 3 или 4 машины. Они не знают пока, что делать. То есть, вместо 3 агрегаторов, да, там, подключенных к автомобилям, осталось только 2. Возможно, будут оформлять на какого-то другого человека, там, ИП или что-то другое, открывать другую фирму. Так что, такая вот ситуация. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok